Каждую среду в студии телеканала Самара ГЕС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как в Самаре появился уникальный проект «Муниципальный дворец ветеранов». Чем увлекаются люди зрелого возраста в столице Поволжья? Как прошел период самоизоляции во дворце ветеранов? В нашей студии Ольга Баранова, директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец ветеранов» городского округа Самара. Ольга Николаевна, добрый вечер, рад вас видеть. Добрый вечер. Уникальный проект «Дворец ветеранов», уникальный для всего Поволжья. Насколько я знаю, у нас не так много вообще дворцов, у ветеранов есть вообще в целом в России. Вот как он появился? Каким образом он был создан? История Самарского дворца ветеранов начинается в 2000 году, когда председатели ветеранских организаций обратились к тогдашнему главе города с просьбой, чтобы у ветеранского движения появился свой дом у ветеранов. Тогда было много участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. И необходимо было действительно место, где они могли бы собираться, вести общественную работу, проводить заседания, пленумы, концерты к памятным датам. И эта просьба была услышана. Дворец ветеранов был построен в рекордно короткие сроки. И уже 9 мая 2001 года Самарский дворец ветеранов радушно раскрыл свои двери. И надо сказать, что и само здание это действительно дворец. Современное здание, в котором располагаются библиотека, актовый зал, театральная гостиная, офисное помещение. И я горда тем, что знакома с Надеждой Ивановной Решета. Это была председатель областной организации «Женщин-участниц Великой Отечественной войны». И первое офисное помещение в этом здании получила эта организация. Алексей Павлович Липаев, советская организация районной ветеранов войны и труда вооруженных сил. Это Будаева Лидия Дмитриевна, городская общественная организация жителей блокадного Ленинграда. Это Галушка Зинаида Петровна, региональная общественная организация малолетних узников фашистских концлагерей. И первоначально Самарский дворец ветеранов был домом, где именно ветеранские организации собирались, проводили мероприятия. Но постепенно не только шло развитие самой деятельности, но и видоизменялась суть, философия. И на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что Самарский дворец ветеранов — это клиентоцентрическая модель организации, где в основе, по сути, главное — это клиент, то есть пожилой человек с его запросами, интересами, с его желаниями. И наша задача, свою задачу мы видим в том, чтобы строить так свою деятельность, что любой пожилой человек, который к нам обратился, нашел занятие по душе. То есть сегодня это не только дом для ветеранских организаций, это большой пласт культурно-зрелищных мероприятий, это работа творческих коллективов и объединений, групп здоровья, хореографических, шахматный клуб и так далее. Это большая работа с детьми, это центр по работе патриотической с образовательными учреждениями города, в том числе учреждениями дополнительного образования. Это дополнительное образование взрослых людей. То есть сегодня мы можем сказать с уверенностью, что именно пожилой человек в основе нашей системы, его запросы и работа по удовлетворению этих потребностей. То есть его там ждут, ему там рады, ему там постараются сделать вот все, чтобы ему там было хорошо. Совершенно верно. И, насколько я понимаю, в этом году исполняется 20 лет вашему дворцу. Да. У вас юбилей. У нас юбилей. С чем вас можно поздравить. Спасибо большое. Чтобы дальше все было только лучше, лучше, лучше. Я предлагаю сейчас сделать паузу, посмотреть сюжет. Поздравления от ваших, скажем так, коллег, от людей, которых вот только что вы называли, и затем продолжим нашу беседу. 2021 год юбилейный. Так получилось, что у нас в этом году как бы два в одну. Наша умудренная житейским опытом губерния справляет свои 170 лет. И в ней, в нашей губернии, совсем молодой, только что вступивший в пору расцвета, юбилей дворца ветеранов. Дворцу ветеранов всего 20. Дворец ветеранов молод душой, несмотря на то, что в нем собираются люди всех возрастов и всех категорий. За 20 лет существования этого дворца мы, художники палитра, срослись с ним, стали не просто коллегами, стали не просто участвовать в одних и тех же делах. Мы стали добрыми друзьями, уже просто не мы, если в наших существовании народных дворцов. Ольга Николаевна, ну вот очень приятно и очень красиво вот это смотреть. А сколько всего пожилых людей сейчас занимается в вашем дворце? Потому что на самом деле, это такое, знаете, мне сейчас, кстати, пришла ассоциация какая. Вот раньше были дворец пионеров, а это примерно то же самое, только для людей, скажем так, уже вот зрелого возраста. А вот, ну, очень похоже ведь, между прочим. Очень похоже, и система эта работает. Вообще, к сегодняшнему состоянию, вот эти 20 лет, такое было поступательное развитие, Ян. И вот сейчас, когда мы готовимся к юбилею, мы, собственно, все наши исторические вехи вспоминаем. И так получается, что каждый год это что-то новое в плане проектов, встреч, наших партнеров. И с каждым годом количество людей, которые к нам приходят, только увеличивается. Вот до пандемии в среднем к нам обращалось практически 70 тысяч пожилых людей, живущих в нашем городе. 70 тысяч. 70 тысяч. Да, это реальная цифра, которая вот через разные формы, через разные проекты, которыми, инициаторами которых выступаем мы с помощью наших партнеров. Но это разные возрасты, разные направления. И я не случайно сказала о том, что вот в центре клиент наш, да, пожилой человек с его жизненными задачами. И понимание этих жизненных задач, изменение этих жизненных задач вынуждает нас откликаться новыми идеями, новыми проектами и технологиями. Пандемия внесла свое, вот, свое такие существенные изменения в деятельность. А как вы, кстати, пережили? Это же очень чудовищно тяжелый период был, просто чудовищно. Тут, ну, честно сказать, для относительно молодого человека это тяжело, да и страшновато, что уж там скрывать. А для людей это вот в таком возрасте это тяжело, сложно, да и страшновато. И мы понимали реально, что вот люди 65+, которые оказались в таком жестком режиме самоизоляции, мы не могли их оставить в их квартирах изолировано. Поэтому искали новые проекты, новые идеи, связанные с удаленной дистанционной работой. Ян, мы научились работать в интернете, мы научились работать в соцсетях. Мы умеем проводить теперь мероприятия в прямом эфире, чтобы человек, не выходя из дома, не имея компьютер и выход в интернет, смог стать участниками наших событий. Поэтому сейчас у нас новая статистика уже в новых цифрах в количестве просмотров. И очень приятно, вот, что наши соцсети, они очень активно смотрятся. Очень много просмотров, вот за первый квартал этого года более 200 тысяч просмотров наших мероприятий. Поэтому, да, сложно иногда, и коллективу сложно, что значит, вот, мои культорганизаторы, это целая ломка, когда ты выходишь на сцену, когда ты видишь глаза людей, когда ты понимаешь, что им нравится, с каким настроением они к нам пришли, с каким настроением пришли, и этого нет. Сложно было построить наше мероприятие вот в прямом режиме, видео онлайн, оффлайн, но мы научились. И вот эта постоянная связь по телефону, через обмен в соцсетях, мы понимаем настроение, мы понимаем и чутко реагируем на любое изменение запросов наших ветеранов. И пытаемся тут же реагировать новыми идеями, например, образовательным курсом с телефоном на «ты». А, кстати, а кто вот его придумал, вот этот образовательный курс с телефоном на «ты», потому что замечательный проект. Почему? Потому что понятно, что вот эта система Android или iOS, которая, ну, собственно, является так или иначе основой, это же ведь и телефон, это же и планшет. Конечно. И технологии, работа с ними одинаковая, независимо от того, какой у тебя носитель… Да, какая операционная система. Да, какая операционная система с тобой. Так кто вот придумал его, потому что он очень хороший, это очень полезный. Много, вот опять же, вспоминая историю наших проектов, было рождено при встрече с людьми разными, которые приходят к нам и сами предлагают свои услуги, предлагают интересные идеи, которые мы могли бы реализовать с пожилыми людьми. Вот инициатором создания проекта с телефоном на «ты» это Юсупов Владимир Николаевич. Он живет недалеко от дворца, часто гуляет в парке Победы, потому что дворец ветеранов в парке. Вот, и он однажды пришел просто ко мне и говорит, я вот гулял, увидел, мне стало интересно, что же такое дворец ветеранов. Я ему показала, рассказала, и возникла мысль, потому что человек владеет этими технологиями. И понимает, насколько важно это для пожилых людей. И понимает, насколько важно это для пожилых людей, потому что сам имеет маму и знает, что такое с телефоном, оказаться один на один, причем у многих... И не понимает, что с ним делать. Да, когда уже не традиционные кнопочки, а именно возможности современных телефонов. И так родился образовательный курс с телефоном на «ты». Мы шли вместе. Опять же, из того, кто к нам приходил, с какими вопросами создавался этот курс и программа, которая уже опробирована и успешно реализуется. И каждый набор, он длится по три месяца. Это полная группа, это серьезные работы. И уже как следствие это видеоблогинг. То есть мы учим работать, создавать в соцсетях определенные группы. И это уже следующий этап, это мультстудия. Тоже Владимир Николаевич отсюда выросла. Когда уже понимали, что возможности телефона можно использовать как видео, для монтажа снимать видео. И уже следующий этап, это телестудия «Моя история». И это тоже Владимир Николаевич Юсупов. То есть вот такое поступательное движение, опять же, от людей и для людей. И это определенное количество вот таких интересных к нам пришло ветеранов, которым это интересно, которые с удовольствием те же мультики снимают. Я сама была на занятиях, и вы знаете, так увлекательно, так интересно, начиная с мелкой моторики рок, потому что это же надо все еще сделать. Я сама удивилась, что мультик можно создать практически из любого материала. Есть денежки, значит, будет из денежек. Пластилин, бумага, краски. И в том числе это определенный момент, который связывает людей нескольких поколений. Те же бабушки и дедушки, создав мультфильм, они придут домой и покажут его своим внукам. И похвастаются, кстати. И похвастаются, да, и обсудят, и получат... И будут говорить на одном языке. Да, и получат одобрение. И в том числе, да, уже их внук не может сказать, да, бабуль, ты там вчерашний... Ты отстала от жизни. Теперь уже сама бабушка может сказать, а я тебя могу научить. И это здорово. Это изближает поколение и, собственно, дает возможность людям в зрелом возрасте, выйдя на пенсию, просто начать новый этап жизненный, который будет не менее интересный, а более, может быть, насыщенный, позитивный. А в плане развития вот такой прогрессивный. Потому что есть время, есть возможности. А придя во дворец ветеранов, мы эти возможности поможем реализовать. И здесь, что важно, это позволяет продлять жизнь, это позволяет не стареть. Ведь человек не стареет тогда, когда он развивается. Мы все это прекрасно знаем. Именно так. И есть вот главная роскошь, это общение. Потому что общение и внутри объединений, и на наших мероприятиях, общение с сотрудниками дворца. У нас есть замечательный психолог, который работает с проблемами геронтологии. Мы оказываем юридическую помощь. А, то есть вы даже это делаете? Да. То есть может прийти пожилой человек к вашему юристу, проконсультироваться совершенно безвозмездно? Совершенно безвозмездно. Получить ответы на свои вопросы. И наш юрис-консульт направит в определенные организации, даст конкретные советы, как быть в той или иной ситуации. Мы работаем вот в плане такого повышения грамотности юридической, психологической. И в рамках нашей газеты. У нас есть газета «Самарский ветеран», на страницах которой мы публикуем материалы о пожилых, для пожилых, где обсуждаются проблемы волнующие. Которые создаются пожилые, которые создают пожилые. Да, именно так. Где обсуждаются проблемы, которые волнуют людей пожилого возраста, и даются советы, как быть в той или иной ситуации. Мне кажется, это тоже очень важно. И позволяет действительно людям, даже если они одиноки, не остаться в рамках своей квартиры, не замкнуться, идти и получить помощь. Вот если вернуться к вашей телестудии, о которой вы сказали, то есть которая выросла из проекта по телефону, то есть проект «Как пользоваться с телефоном на ты», а в итоге это все вылилось в телестудию. Сейчас, насколько я знаю, у вас ваша телестудия запустила новый проект, называется «Моя история». Вот что это такое, зачем это, как это и для кого это? Вот в самом начале я говорила о том, что мы ориентируемся на пожилого человека. И в зависимости от того, какие жизненные задачи он решает, мы таким образом и строим свою деятельность. То есть наша телестудия — это один из инструментов познания людей в зрелом возрасте. Моя история. То есть через отдельных персоналий, отдельных героев этих программ приходит понимание того, чем живет пожилой человек, что его волнует, какую помощь ему необходима и что ему в данный момент, вот какая отправная точка для развития. И вот героями наших программ «Моя история» становятся люди разные, разноплановые, но именно вот пожилые. Слима Мустафина, например, одна из героинь нашего проекта телестудии «Моя история». Уникальный человек, собственно, она учитель, учитель географии, всю жизнь отработала в 34-й школе, замечательнейший профессионал, но вот она вышла на пенсию и поняла, что ей бы хотелось рисовать, то есть реализовать себя через изобразительное творчество. Она пошла в художественную школу учиться рисованию, потом пришла в нашу студию изобразительного творчества «Гармония». Да, и у Таслимы Фаузеевны на сегодняшний день есть несколько персональных выставок ее работ. И Таслима через вот свои живописные работы, собственно, реализует свою философию взрослого человека, которая вышла из маленькой деревни в Башкирии, которая называлась «Рэм», которая через историю своей судьбы, своей семьи, пройдя вот этот жизненный путь, свою философию воплощает в красках. И вот было очень интересно слушать ее историю, каким образом, что сегодня происходит в ее жизни, чем живет Таслима Фаузеевна, к чему она готовится, какие планы имеет. Или Людмила Витальевна Тыринова, это самарская мастерица, которая совсем недавно, мы во дворце открыли новую персональную выставку к Дню космонавтики, называется она «Он сказал, поехали». То есть это ее собственные авторские работы, выполненные в уникальной технике, вышивка ткани по ткани, тканью по ткани. Вот так Людмила Витальевна, она вообще закончила наш Куйбышевский авиационный институт. Но в свое время, имея высокооплачиваемую работу инженера, она математик, она ушла с этой работы высокооплачиваемой, когда поняла, что в Самаре, в Куйбышеве не осталось подлинно народной вышивки. И она, собственно, возродила самарскую школу вышивки. И вот этот человек, которому сегодня уже очень приличный возраст, она продолжает работать, она продолжает воплощать в своих работах уникальную историю своей семьи, Куйбышева-Самары. И она рассказывает про свою жизнь, которая во многом поучительна и может дать именно и подрастающему поколению какие-то отправные точки для их собственного развития, для поиска себя сегодня. Поэтому в рамках нашей телестудии «Мои истории» мы очень надеемся, мы вот эти все программы на YouTube-канале публикуем, чтобы они стали неким таким добрым светом издалека. И добрым советом, вы знаете, потому что послушать таких людей, конечно, очень недурно и очень полезно. И что-то внести собственное, вот сейчас что-то в свою жизнь, поняв, какие ценности являются важными, и что в жизни человека, вот такой основополагающий, который, несмотря на любые времена, должно оставаться. Иначе человек просто перестанет быть человеком. Иначе зачем вообще жить? Да. Давайте сейчас посмотрим еще один сюжет, продолжим нашу беседу. Наталья Тренина, председатель общества инвалидов Советского района. Говорит, повезло, что дворец ветеранов находится недалеко. Есть возможность чаще посещать и проводить тематические встречи и праздники. На площадке дворца День здоровья Наталья отмечает уже в восьмой раз, но признается, что всегда находит повод удивиться. Она всегда разная. Нет такого, чтобы повторялось. Коллектив дворца ветеранов очень ответственно подходит к выбору каждой программы, к каждому мероприятию. Для людей с инвалидностью подготовили праздничный концерт «Будем здоровы» и профилактические лекции о том, как сохранить хорошее самочувствие, поддержать свой организм и оставаться здоровым. Всемирная организация здравоохранения определила понятие здоровья зависимым от нескольких факторов, не только физических, но и, к примеру, эмоциональных. Организаторы праздника уверены, что хорошее самочувствие во многом определяет настроение, которое сегодня они и постарались поднять зрителям. Ольга Николаевна, если говорить о настроении, настроение определяет окружающая обстановка. У вас во дворце есть несколько музеев, если не ошибаюсь, четыре. Расскажите о них, что это за музеи, как появились и для чего они? Первый музей, который был открыт на базе Самарского дворца ветеранов, мы его создали совместно с Самарской региональной общественной организацией бывших малолетних узников. Он называется «Непокоренные». То есть этот музей посвящен именно событиям Великой Отечественной войны, связанным с концлагерями. И вы знаете, на достаточно таком ограниченном пространстве ценность этого музея в чем? Что он был создан узниками, малолетними узниками, которые сами прошли за стенки фашизма. Зинаида Петровна Галушка, Алина Дмитриевна Раводина, Людмила Михайловна Голодяевская – это те узники, которые стояли у истоков создания этого музея. Музей открыт для свободного посещения. Мы организуем экскурсии. Практически все школы города бывают у нас. И по разным тематикам, в том числе связано с событиями Холокоста, с Великой Отечественной войной, с историей создания региональной общественной организации. Этот музей мы создали в 2008 году. Он эффективно функционирует, замечательно работает, пополняется материалами. В 2010 году, опять же, к нам обратилась группа людей, ветеранов, которые занимаются декоративно-прикладным и художественным творчеством. Это те люди, которые в зрелом возрасте создают, я не побоюсь этого слова, шедевры прикладного и художественного творчества. Но, к сожалению, очень мало в нашем городе площадок, где они могли показать свое творчество. Поэтому мы открыли музей народных ремесел. Называется он «Не роняй старину, она новь держит». То есть это площадка для того, чтобы показывать творчество пожилых людей в рамках сборных выставок, персональных выставок. Замечательнейшие работы, уникальнейшие мастера, в том числе и Людмила Витальевна Тыринова, про которую я говорила. Она тоже участница вот этих музейных экспозиций. И, кстати, уникальность этого музея в том, что у него нет реальных запасников. Хранилище нашего музея в виртуальном формате, в интернет-пространстве. То есть на нашем сайте все экскурсии, все фонды оцифрованы. И любой желающий, несмотря на то, что выставка прошла, она разобрана, мастера взяли свои работы, потому что каждый очень ценит свои работы, мы им отдали. Но это осталось вот при помощи современных технологий. В 2012 году мы открыли музей, он виртуальный музей, «История ветеранского движения» города Самары. Нам очень хотелось представить общественности работу ветеранских организаций, вот именно общественную работу. На сегодняшний день в виртуальном музее 24 общественных организации, которые объединены. Там есть ветеранские организации участников Великой Отечественной войны, там есть ветеранские организации локальных войн, например, «Боевое братство», ветеранская организация ветеранов просвещения и так далее. То есть этот музей рассказывает про большую работу, которую ведут в нашем городе и области ветеранские организации. И совершенно новый музей, который мы открыли в декабре прошлого года, 2020-го, он посвящен 75-летию Победы и называется «Культура и искусство Куйбышев в годы Великой Отечественной войны». Уникальный получился музей. Мы работали над его созданием более пяти лет и практически создан он с помощью жителей нашего города. Идея его какова? В том, что очень много в победе в Великой Отечественной войне сыграл именно дух советского человека. Этот дух определял особый стержень, в развитии которого, в становлении которого оказывала культура. Поэтому мы вот в рамках музея рассказываем о том, что как много было заводов на территории Куйбышева, сколько они снарядов выпускали и так далее. Но в то же время, что эти заводы жили активной творческой работой, проводились смотры художественной самодеятельности, действовали джаз-коллективы, люди танцевали, люди ходили в кино. И вот как важно было и сейчас... Это была сбрасная столица. Да, как важно было, чтобы именно сохранить особую атмосферу, стойкость человека с помощью искусства. Интересный получился вот такой ресурс, где первый зал рассказывает про Куйбышев довоенный. Мы говорим о том, что да, Куйбышев провинциальный, маленький город, но он тоже жил активной творческой жизнью. Какие учреждения культуры работали до 1941 года, какие постановки шли в театре драмы, какие кино шли, потому что кино показывали. Кино было самым массовым видом искусства. И вот в одночасье, 1941 год, каким образом изменилась жизнь Куйбышева в целом, как он из маленького провинциального города превратился в запасную столицу. Это увеличилось и количество человек, количество жителей, в том числе были эвакуированы учреждения культуры. И в то же время Куйбышев стал культурной столицей и всего СССР. Вот отдельные страницы посвящены деятельности Куйбышевской телестудии. Рассказываем мы про уникального нашего земляка Финикова Николая Федоровича. Это военный корреспондент, который прошел практически всю войну. Уникальным фондом его работ поделился с нами его сын, Лев Николаевич Фиников. Много мы сделали с ним уже экспозиции вот в рамках нашего музея на работах Николая Федоровича Финикова. Есть отдельно страницы, повествующие о деятельности известных учреждений того же Большого театра. Поэтому... Ольга Николаевна, вот, к сожалению, время программы подошло к концу, мне подсказывают. Я еще раз хочу вам сказать большое спасибо за ваш важный, я подозрю, очень нелегкий труд. Я хочу поздравить вас с наступающим юбилеем. И мы с вами еще встретимся, обсудим ваши дела, потому что вам всегда есть о чем рассказать. Спасибо большое. В нашей студии была Ольга Баранова, директор муниципального бюджетного учреждения Дворец ветеранов городского округа Самары. И помните, что все мы когда-нибудь будем пожилыми людьми. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!